А перед просмотром этого видео, я хотел бы вам посоветовать зайти и подписаться на канал EveryOne. Здесь ты сможешь найти различные мини-игры, такие как Build Battle, Sky Wars и также обучающие видео по Майнкрафту. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию открытия кейсов на моем сервере Pixelmon. Ссылочка в описании, заходите и играйте вместе со мной. И, ребята, сразу бы хотел вам сказать спасибо за то, что вы, в принципе, вот тут сидите и смотрите эту серию. Я всегда очень ценю своих подписчиков, поэтому, ребята, спасибо вам за то, что смотрите эту серию. И если вы хотите новую серию открытия кейсов, то всё, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Это действительно даёт мне прям большую мотивацию для записи новых видео. И я всегда буду рад тому, когда вы оставите свой комментарий. Также не забываем, и когда поставите лайк. Я буду действительно очень сильно рад. И сразу же приступаем. Как обычно, три серебряных, три золотых, три алмазных и три изумрудных. Да, ребят, это наша стандартная серия открытия кейсов. 12 кейсов за одну серию. И, в принципе, у меня уже в скором времени день рождения. Через 12 дней, вроде, уже меньше, чем 2 недели. И в тот день у нас будет глобальное открытие кейсов. Не 12 штук, а может, я не знаю, сколько у меня сил хватит, ребят, открыть кейсы. Может, там, я не знаю, может, стак, да. Может, там 15, 15, 15, 45 кейсов. Ну, 60 кейсов, можно и так сказать. Шайнис, ух, Швайнис, Швайни, 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 это какой-то нафиг немецкий. Швайни, Швайни, нет, ребята, это Шайнисваблю у нас выпал. Давайте мы сначала, сначала выложим вот этих всех покемонов и посмотрим на Шайнисваблю. Опа, круто. Дальше второй кейс. Посмотрим. Честно, просто день рождения, ребята, стрима не будет. Я уже говорил, что стримы пока, ну, не знаю, пока что, не пока что. В принципе, не будут, потому что у меня инет просто-напросто не тянет стримы, поэтому я не могу их делать. Поэтому, наверное, будет просто-напросто какое-то обычное, но большое открытие кейсов. Да, как сейчас 12, так, может, будет около стака, может, чуть-чуть меньше. Насколько, говорю, ребят, насколько хватит сил, потому что сидеть и, не знаю, там, пару стаков, стак, серебряный стак, тех и стак, тех открывать, это, в принципе, и долго, и надоест, как по мне. И нам выпал Шайнисайтер, и ух ты ж, нифига себе. Шайнижелтик нам еще никогда не выпадал, ребята. Это, вроде, первый раз, что нам выпал Шайнижелтик. Ну, ладно, сразу же приступаем к следующему кейсу. Следующий кейс... Кто нам еще не выпадал? Шайнисквиртл, Шайнитюртвик, Шайнипиплот нам еще не выпадал. Шайнитепик нам уже выпадал, ребята. Ну, тогда Тюртвик, Пиплоп. И... И Сквиртл, да? И Маткип, как я про Маткипа смог забыть? Как я смог про Маткипа забыть? Вот еще, ребята, и Шайни Трико нам выпал. Он уже нам вроде выпадал, но все же. Как я нафиг про Маткипа забыл? Вообще, потому что Маткип это самый редкий Шайни Покемон с этих... С этого золотого кейса, да? Почему у меня так темно как-то? Фиг его знает, ребята. Вам не слишком темно? А ну, сейчас, секундочку. Давайте уже этот кейс дооткроем. И я постараюсь хотя бы немного светлее сделать, если у меня получится. Потому что как-то реально темно стало на камере. Фиг его знает. Ну, давай, выпадай, выпадай, выпадай уже кто-то, пожалуйста. Шайни Синдаквилл. Так, а ну, сейчас, секундочку. Вот так вроде чуть-чуть, чуть-чуть поярче. Я не представляю, почему вот так темно было. Фиг его знает, честно, ребята. Ладно, давайте открываем последний наш золотой кейс. У нас выпал Шайни Синдаквилл. И сейчас посмотрим, кто нам еще выпадет. Про Маткипа я, если честно, даже не думаю. Потому что Шайни, что он выпадет, ну, не очень такой большой. Шайни Бульбасаф. Нормально, Шайни Бульбасаф нам уже, ребята, выпадал. Так, ладно, давайте выкладываем этих всех покемонов в компьютер. И последние три кейса. Алмазных и потом три изумрудых с легендами. С алмазных кейсов нам еще много кто не выпадал. Тот же Шайни Близзи, Шайни Доротини, Шайни Реулу. Шайни Зоруа, Шайни Краегонал. Ну, Пуригоша, обычный, обычный Пуригоша нам уже выпадал. Много раз, вроде так, нормально, уже несколько раз выпадал. Поэтому ничего, не удивляемся даже вот этому Пуригоше. Было бы круто, если бы кто-то другой выпал. Я бы реально был очень сильно рад. Пух. Так, жарища у меня, как обычно, ничего нового, ребята. Жарища, жарища и жарища. Слушай, а не Хундур. Вот, это реально, он очень, если честно, такой даже красивый. Такой вроде голубенький. Сам, по сути, он вроде... Чёрный, а вот так голубой, короче. Шайни и Ликит, ребята. Нормально. Плюс того, что это... Это первая эволюция, которая делается только через... Через спаривание двух электробазов. Или электробаз, или там с Дито, да, одного. И то, что выпал Шайни, это реально даже очень круто. У-у-у-у-у! Реб-у-у, ребята, ребятушечки, Шайни Богоша нам ещё никогда не выпадал. И... Он редкий, если честно. Он редкий, и он... Красивый. Поэтому то, что нам выпал Шайни Богоши... Шайни Богоши, да? Шайни Богоши, да? Я, если честно, рад. Потому что Шайни Багон это редкий покемон Ладно, и три последних кейса с легендами Я уже не знаю, кто нам может выпасть лучше, чем Шайни Багон Разве... Так, я его не загнал обратно в покебол Разве что какая-то Шайни легенда, которая у нас уже... И которая у нас еще не была Ребята Ребята Это вам не CSGO Если у вас в CSGO ножик может выпадать раз там в пару тысяч кейсов Если вам прям сильно повезет, то конечно с первого кейса, но вряд ли В предыдущей серии нам выпала Шайни Луги В этой серии нам выпал Шайни Кьогр И Шайни Багон Ребята Это если честно, ну как-то очень редко Знаете, как в предыдущей серии Нам выпала Шайни Иви Я уже такой был уверенный Ну все, Шайни Иви это уже прям Офигеть какой редкий покемон Уже даже если сейчас выбьем какую-то легенду То лучшего покемона Шайни Бурикош То лучшего покемона уже просто-напросто выпасть не может Открываем кейс Шайни Луки Так же как и сейчас Я такой смотрю Ну Шайни Багон Он в принципе очень редкий На сервере есть, да Есть парочку Шайни Багонов Может когда-то, когда-то там Один где-то Шайни Багон заспанился Но все остальные Шайни Багоны Это были раздачи давно Которые уже не делаются Можно сказать По своим причинам Потому что просто-напросто Игроки не ценят меня Когда я делаю раздачи И просто-напросто Старевают их как можно чаще Как можно худше И как можно больше Поэтому больше раздачи не делаются Но сейчас выпал Шайни Багон Я если честно уже думал Ну кто? Даже если сейчас выбьем какую-то легенду То уже лучше чем Багошу Никто не может быть, да Если там даже какую-то легенду выбьем Но выпал еще Шайни Киогр И смотрите ребята Мало того, что Шайни Киогр выпал Так еще и Поригон выпал Который Во, перезашел Шайни Багоша еще ребята выпал Смотрите Опа, какую Смотрит вот так Круто Открывай последний кейс Ну с последнего кейса Кто может превзойти Шайни Киогра Ну разве что там Нам даже уже Шайни Мюту выпадал Кто может превзойти Киогра Шайни Киогра Разве что наверное Шайни Гроудон Наверное Но Шайни Гроудон нам еще никогда не выпадал Если честно И Шайни Райкваза наверное Ну и вряд ли если честно Они когда-то и выпадут Хотя ну в принципе я тоже так думал про Шайни Киогра Но вот он и ребята выпал Ну почему иногда у нас в серии выпадает По 3 мю Да Может там 3 мю Еще кто-то А в этой серии нам выпал Шайни Багон Шайни Киогр И Шайни Энтей Ребята Ну это редкость Реально Это редкость Ну ладно Это серия Шайни Киогр Шайни Пуригон Шайни Багон Шайни Энтей Это ребята какая-то серия Это реально можно так экономить На покемонах Если покупаешь кейсы И открываешь кейсы Потому что выйдет намного дешевле Чем покупать сразу какого-то там Покемона Шайни Шайни вообще не продаются На сайте в донате Обычная легенда Стоит дороже Чем сейчас купить кейс И выбить Шайни легенду Да Ну конечно как повезет Можно там и мю выпасть Ну это кейсы ребята Вот сами видите То что Иногда выпадает что-то крутое И иногда нет Ребята На этом мы будем заканчивать эту серию Я надеюсь она вам понравилась Я надеюсь то что вы Не поленитесь И нажмете на лайк Я буду очень сильно рад Набираем 500 лайков Сразу же выходит новая серия Не забываем оставлять свои комментарии Я читаю каждый ваш комментарий И так же буду рад прочитать каждый из них И постараться ответить Если у вас есть какие-то советы Вопросы Пожелания Еще что-то Оставляйте свои комментарии И если вы хотите со мной пообщаться То я на них отвечу И побазарим ребята Ну Пообщаемся Культурными будем И так же ребята Вступайте в нашу банду крутых персов В нашу большой дружную семью Все что от вас требуется Это просто-напросто На меня подписаться Я буду очень сильно рад Если вы вот это сделаете И на этом мы заканчиваем Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok